Хотя черный аист не имеет для человека никакого практического значения, но этот вид обладает исключительной эстетической привлекательностью. Вы видите одинокого черного аиста на берегу лесного водоема или на поляне близ гнезда – это большая редкость. Такая встреча не сможет оставить равнодушным ни одного любителя природы. Она запоминается надолго и затем многие годы будет храниться в памяти. Как и все аисты, черный аист очень красивая, изящная и грациозная птица. Ареал его проживания, гнездования и миграции очень обширен. Он охватывает целых три континента – Европу, Азию и Африку. От белого аиста черный отличается большей стройностью телосложения, немного меньшими размерами и, конечно же, преобладанием черных тонов в оперении. Его длина достигает 1 метра, масса 3 килограмм, а размах крыльев может достигать 2 метров. Хотя о черном аисте известно уже не одно тысячелетие, но его образ жизни изучен очень слабо. Это скрытная птица. В отличие от белого аиста, он не любит соседство с человеком и предпочитает селиться в глухих, заболоченных и горных высокоствольных лесах, реже в скалах или участках леса среди сырых лугов и болот. Питается в основном рыбой, мелкими водными позвоночными и беспозвоночными животными. До недавнего времени считалось, что черный аист начинает размножаться в трехлетнем возрасте. Однако недавние исследования показали, что черный аист начинает гнездиться только с 4 лет, хотя пары могут образовываться и в трехлетнем возрасте. Пары гнездятся только один раз в год. Массивные гнезда строят на высоте от 10 до 20 метров. При строительстве используют толстые ветки и сучья деревьев, которые скрепляют между собой при помощи дерна, земли и глины. Построенное гнездо птицы могут использовать несколько лет подряд и даже несколько поколений. На места гнездования аисты прилетают в конце марта-начале апреля. В кладке может быть до 7 яиц, но обычно в каждой кладке одно или два яйца бывают недоразвитые или неоплодотворенными. Яйца насиживают оба родителя в течение 30-32 дней. Вылупившиеся птенцы белого или сероватого цвета. Кончик клюва зеленовато-желтый. В первые 1-2 дня после вылупления птенцов родители их практически не кормят. Примерно 10 дней птенцы черного аиста только лежат в гнезде, затем начинают садиться. Только через 35-40 дней птенцы встают на ноги. Слет с гнезда аистят происходит на 60-70 день с момента вылупления. Но уже через 10-15 дней они готовы к миграции. Данных о семейной жизни черного аиста после окончания гнездового сезона нет. Вполне возможно, что миграции начинаются с перелетов семейных групп, объединяющихся затем в стаи. В природных условиях, в соответствии с данными кольцевания, черный аист способен доживать до 18 лет. В условиях неволе официально зафиксированный, а также рекордный срок продолжительности жизни составил 31 год. Последние годы черный аист появляется все реже и реже. Основные причины редкости – это вырубка высокоствольных лесов, осушение заболоченных площадей и факторы беспокойства. Необходимые для гнездования условия исчезают. А вам когда-нибудь попадался черный аист? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!